Правила поменялись, но привычка осталась. 1 декабря с улицы строителей на социалистический налево, поворот запрещен, там установили соответствующий знак. Всему виной такому нововведению статус участка. Здесь высокая концентрация ДТП. По данным госавтоинспекции Барнаула с 2017 по 2019, а также 21 годы, на перекрестке строителей социалистический произошло 18 дорожных аварий, которых 25 человек пострадало. В этом году было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, из которых 4 с пострадавшими пострадали 5 человек. За полчаса, что мы были на перекрестке, абсолютное большинство водителей поворачивали к ЖД и автовокзалу, следовали прежним маршрутом. Но теперь налево нельзя. Уважаемые водители левого ряда, поворот налево здесь запрещен теперь. Движение прямо, дальше разворот. Но где же теперь разворачиваться? Нам этот момент подробно разъяснил сотрудник госавтоинспекции. В прямом направлении с проспекта Социалистического, по проспекту строителей, проследовав до улицы Профинтерна, после перекрестка этого, заняв крайнее левое положение, выехав на трамвайные пути, которые находятся на уровне с проезжей частью, перед пешеходным переходом регулируемым, совершить разворот. Но такому повороту с обычай многие водители не рады. На самом деле против, я думаю, что неудобно, что здесь пробка собиралась, что там будет пробка собираться. Так или иначе, то есть автолюбители будут собираться и вот до этого поворота в любом случае стоять, поэтому разницы никакой. Решение, ну, честно говоря, непонятное. Прекрасно. То есть вам неудобно или пробки были? Почему пробки были? Тот ряд всегда некорректно поворачивал, поэтому этот светофор работает меньше времени, чем тот, поэтому будет удобнее поворачивать. То есть, по крайней мере, с этой стороны соцсо. Если культура вождения будет, то и поворачивать будет удобно всем. Мое мнение, ну, я бы немножко поменял. Как? Ну, можно было стоп-полосу сделать и все. И увеличить продолжительность зеленого света. Стоит отметить, что данное правило не распространяется на общественный транспорт, в том числе и междугородние автобусы. Специалистами профильного комитета администрации города будет проведен анализ на предмет задержек транспортных средств при движении через указанное пересечение. Кроме того, будем смотреть задержки, в том числе, трамвайного сообщения, а также на возникновение новых ДТП. Нововведение, пояснил специалист. По организации дорожного движения должно улучшить ситуацию на аварийном перекрестке, то есть снизить число ДТП. Но если этого не случится или, к примеру, возрастет число заторов, поворачивать налево могут снова разрешить. Но пока же такая вольность может ударить по карману. Вскоре инспекторы будут наказывать нарушителей. Им будут выписывать штраф от одной до полутора тысяч рублей. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком. День с толком. День с толком.